На Псалом 92, на слова воздвигает реки голос свой о хождении Спасителя по морю и о пяти хлебах. Сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея о волнении на море, о чудесном хождении Спасителя по водам и о малодушии апостолов является для нас приличным поводом говорить о словах пророка. Псалом 92,3 Возвышает реки Господи, возвышает реки голос свой, возвышает реки волны свои, но паче шума вот многих сильных волн морских, силен в вышних Господь. Что это такое? Высоты морские. Не чудо ли Спасителя, что одним мановением Он успокоил волнующееся море? Что иное реки, возвышающие свои голоса в море, как не ученики Господа? Апостолы, именно реки, как бы вытекающие из вечного источника Христа, согласно Его изречению, верующие в Меня, как сказано, у того и из срева потекут реки воды живой. Иоанн 7,38 Как Господь не переставал творить чудеса, так и апостолы, испытывая морское волнение, не отступали от правды. В четвертую стражу ночи, увидев Господа, ходящего по водам моря, они приняли его за призрак. Как призрак? Раба, море, державшее его с своей поверхности, узнала владыку, а ученики не узнали учителя. Имея столько доказательств его чудес, они сомневались, увидев его, ходящим по поверхности моря. Не он ли сам посредством Моисеева жезла обнажил морские бездны и открылся нам, Израилевым, невлажный путь? Они сошли его за привидения и испугались. Вот именно, там убоялись страха, где нет страха. Псалом 13,5 Потому что испугались увидеть перед собой вблизи пристань жизни. Когда все были объяты страхом, Петр, поднявшись, сказал Господу, Господи, если это ты, то повели мне прийти к тебе по водам, он же сказал, иди. А ученикам сказал, дерзайте, это я, не бойтесь. Я действительно говорю, а не как призрак, потому что я сама истина, вочеловечившаяся для того, чтобы упразднить виновника призраков. Это я, не бойтесь. Что бояться вам дуновения ветров? Не обо мне ли сказаны слова? Изводит ветры от сокровищ своих. Псалом 13,4,7 И теперь я допустил ветры не для того, чтобы устрашить вас, но чтобы утвердить. Когда Господь говорил это, Петр по свойственному горячности веры опять выделился и стал говорить, Господи, ты ли Христос? По твоим речам я узнаю тебя, но твои дела наводят на меня сомнения. Мы никогда не видели тебя, ходящим по морю, но если ты Христос, прикажи мне прийти к тебе по водам. Господь сказал ему, иди, если ты имеешь достаточную опору в своей вере. Я не допускаю никакого притворства. Если ты не веришь, не ходи. Когда Петр пошел по этому зову Господню, он держался на поверхности моря, имея веру, непоколебимую сомнением. Но, отойдя немного по свойственному человеку непостоянству, поддавшись страху, он усомнился, поколебался и начал рассуждать сам с собой, какое невероятное явление. Я хожу по морю, влагу попирая, как земной прах. Когда Петр начал так колебаться, море, как бы возмущенное неверием подобного себе раба, стало волноваться, вразумляяся раба и потопляя неверного. Тогда Петр, увидев, что вера носила его по воде, а неверие подвергает волне, не закричал Господу, «Господи, спаси, погибаю!» Что говоришь, Петр? Теперь, когда ты в опасности, ты узнаешь Господа. Что же, Христос, я не допущу твоей погибели, я протяну тебе руку, потому что все держу в своей руке. И простер руку Иисус, взял его и сказал ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Немало сомнений испытывали апостолы. До самого воскресения они колебались. Только после воскресения, получивши твердую уверенность, они сделались непоколебимыми в вере. А что до самого воскресения они обуревались многими сомнениями, ты слишком об этом слышал много раз и сегодня. Как поздно вечером пришли апостолы Господу со словами «Отпусти народ!» Ибо место пустынное, чтобы, идя в окрестные села, купили себе пищи. Заметьте здесь, какая нерешительность в мыслях. Они обращаются к Спасителю со словами «Отпусти народ!» Ибо место пустынное. Отвечает им Господь. «Мне отпустить народ?» Что вы бесславите меня? Что осуждаете учителя? Я отпущу народ, чтобы они купили себе пищи. Но что скажут те, у кого они будут покупать хлебы? Что в моем присутствии они покупают хлебы? Если бы у нас действительно не было хлеба, хорошо было бы, по-вашему, отпустить их. Но теперь, будучи сам хлебом, как я могу отпустить голодных, требующих от меня пищи? Народ требует, а я прогоню требующих. Какой пастух поступит так со своими овцами? К Даниилу, находящемуся во рве львином, я послал вакуума с пищей. Сынам Израилевым, неблагодарным, в течение сорока лет я посылал с неба манну. Мне ли оставлять голодными благодарность? Конечно, нет. Ни в каком случае. Дайте вы им есть. Говорят тогда апостолы, мы должны дать им пищи. Откуда нам взять ее, когда нам приказано ничего не брать с собой в дорогу? Кроме пяти хлебов и двух рыб мы ничего не имеем. Но что это на пять тысяч человек, не считая женщин и детей? Господь им отвечает. Откуда вам взять? Вы имеете сокровищницу веры. Не сказал ли я вам, что если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, ввергнись и ввержаться в море и будет? Горы переставляются, а хлебы не умножатся. Вы дайте им есть. Когда же они недоумевали и отказывались дать пищу народу, Господь говорит им, посадите людей. Я пришел для того, чтобы служить и не отказываясь служить даже рабам. Изначало предназначено мне служение. Уже в раю я послужил Адаму. И что делал там, не отказываясь исполнить и здесь. Следует, конечно, объяснить, как и когда послужил Бог Адаму. Слушай внимательно. Мы особенно обязаны Богу за шестой день, последний день творения, когда мы получили обещание. Тогда Бог почтил Адама, взяв его в соучастники и в господстве над тварями. Вы знаете хорошо, как в раю Творец, посадив Адама на возвышенном месте, приводил к нему каждое из животных. С самого начала владыка не уклонялся угождать своему рабу, своему собственному созданию. Так и в читанном сегодня Евангелии он не отказался послужить рабам. Посадил их на траву, взял хлебы, преломил и передав ученикам для раздачи, питая, умножая хлебы, творя чудеса, удовлетворяя народу. Так именно в раю, показывая благость к своему творению, Творец, посадив Адама на высоком месте, приводил к нему каждое из животных, чтобы Адам дал им имена, какие хочет, и через то сделался соучастником его в деле творения, об этом и свидетельствует Писание, и создал в охоте земли всех зверей, полевых всех скотов и привел их к Адаму, чтобы видеть, как он их наречет. Это должно было научить их, что и созданы они для тебя. Я передаю тебе управление ими. Разве для ангела или другого какого создания было сделано столько, сколько для человека? Его одного создав своими руками, ему одному только и послужил Творец, во-первых, приведением животных, во-вторых, приготовлением одежды. То же самое, показывая своим ученикам во время своей земной жизни, он начал омывать им ноги, воспроизводя подобие древнего творения. Когда же Петр из богоговения отказался от омовения ног, Господь сказал ему, если не умою ног тебе, не имеешь со мной части. Я послужил Адаму, во-первых, приведя к нему животных, во-вторых, из его ребра создав ему жену, то есть дав ему то, что ему принадлежало. А раньше его мне. Все это, друзья, показывает, что человек только среди всех созданий является избранным и ни с чем не сравнимым с созданием Божиим. О нем одном написано «Сотворим человека по образу нашему и подобию». Велико было расположение Божие к человеку. И создателю достоил Адама такой славы, которой не было причастно никакое другое создание. Но Адам пренебрег всем этим и низвергся в самое дно ада. Вместо царства навлек на себя бедность. Из господина сделался рабом, из верховного начальника нищим, наделенный красотой, теперь не имея даже дорожного жезла. Адам, имевший ежедневно дружескую беседу с Богом, теперь как вор прячется под деревом, получивший в раю жилище, теперь изгоняется из рая и поселяется напротив его, чтобы, имея перед глазами то, чего он лишился, не переставал негодовать на суетный совет. В самом деле, что другое мог делать Адам, живя вне рая, изнемогая под тяжестью трудов, по возделыванию земли и обливаясь потом? Как не бронить жену? Высказывай ей такие упреки. Посмотри на плоды твоего совета. За то, что ты сделала угодное змею, я лишен дара Божия. Не обещала ли ты мне, жена, что если я вкушу запрещенного плода, я сделаюсь блаженным? Не обещала ли ты сделать меня Богом после вкушения запрещенного плода? Как же Бог оказался землекопом, блаженный самым несчастным? Ты обманула и должна понести наказание. Я потеряла ребро, а помощника не нашел. Горе мне, жена Ева, мать смерти, родительница прислушания, виновница изгнания из рая, любительница змеиного шипения, послушное орудие дьявольского коварства. Ступай от меня прочь. Зачем погубила ты мое бессмертие? Зачем разодрала мою царскую одежду? Не тобою она была соткана, а ты ее разодрала. Зачем ты научила меня сшивать листья смоковницы? Зачем ты, обманщица, принесла мне гибельный плод со словами? Возьми, съешь запрещенный тебе плод. В день, в который вкусишь, от него откроются глаза твои, будешь как Бог, зная добро и зло. Что сделала ты, жена? Я ослеплен, ничего не вижу, я сделал зло и оттолкнул от тебя добро. Я тружусь, как луч, а не наслаждаюсь властью, подобно Богу. Ступай прочь, жена, я не знаю, кто ты. Прежде чем прикоснуться к тебе, я ищу избавления, я не снесу труда. И ты не знала забот, не испытывала скорби, вспомни же об осуждении. Когда приблизится время родить тебе, оставь меня, жена. Ты сделала для меня виновницей нестерпимых бедствий. Мне повелено возделывать земли, есть хлеб в поте лица. В земле повелено производить для меня тернии и волшцы. На это осужден я Богом. Что мне делать? Как я приготовлю себе заступ? Как снаряжу плуг? Как научу вала подчиняться ярму? Откуда достану веревки для ярма? Как посею семя, когда дождусь колоссев? Чем наточу серп? Как соберу снопы? Как наложу их в телегу? Как очищу гумно? Как сколочу веялку? Как налажу жернова? Когда положу закваску? В какую форму выложу хлебы? Чем разведу огонь? Я не перенесу огорчение. После скольких трудов и поту я ем хлеб? Смотри, скольких зол виновницей сделала стыд для меня, жена, названная жизнью и оказавшаяся смертью. И на самом деле виновница смерти женщины, как тогда, так и теперь. И пусть не сердятся на меня женщины за то, что я говорю так о женщине. Если захотят упрекать меня, я отклоняю от себя такие упреки. Пусть негодует не на меня, но на христоносного Павла. Если захотят бронить, пусть бронят его. А мы, как ученики его, передадим его слова, не прибавляя от себя ничего. Пусть послушают Павла, говорящего нашими устами. Я обручил вас единому мужу, девой чистой, представить Христу. Но боюсь, чтобы как змей хитростью прерстил Еву. Не прерстил и вас. Видишь, что не муж соблазнился, а жена прерстилась. Кто был обманут? Кто вверился лести змея? Жена, имеющая уста змея, и подобно ему извергающая яд. Кто беседовал со змеем? Она, искавшая обольщение. В раю не было никого, кроме нее и ее мужа. И, не боясь ни уединения, ничего другого, она ходила и блуждала, отыскивая, где бы найти себе сожителя, еще не вкусив брака, но готовая уже к прелюбодеянию. Если бы она была с мужем, не сошлись бы тогда змей с змеем. Он нашел ее вдали от мужа и обольстил. Жена, всегда находящаяся при своем законном муже, никогда не подвергнется гибели, не потерпит падения, не впадет в прелюбодеяние. Если же она удаляется от мужа, то хотя бы среди ангелов жила, легко подвергается соблазнам. Где в самом деле предаются своим грязным делам жены, удаляющиеся от законных мужей, как ни у гробов мучеников, под предлогом молитвы, устраивая здесь свидание с нарушителями брака и оскорбляя тем самым мучеников. А часто они даже и клянутся именем мучеников в верности своим беззаконным делам. О, как много зла причинила Ева, и как много добра она погубила! Все женщины, преданные целомудрию, достойны названия мужественных. И между женщинами бывает большая разница, как и между мужчинами и между ангелами. Те женщины, которые соблюдают целомудрие, следуют примеру Девы, любят Сусанну, целуют Сару, обнимают Ревекку. А нарушающие целомудрие заблуждаются, как Ева, клевещут, как египтянка, стригут, как Далида убивает рабов Божьих, как и Изавель. Это не частное мнение, это засвидетельство на Вселенной. Пусть же некоторые из безбожных, услышавшие только что сказанное, не пытаются развращать наш слух, уловляя нас в разногласии. У нас нет общих с ними мыслей. Апостольское слово, указывая на Еву, дает нам повод говорить то, что мы сказали. Поэтому ежегодно мы возобновляем в памяти те же слова, приводя в свидетелей божественного Павла, сказавшего, «Я обручил вас единому мужу, девой чистой, представить Христу». 2 Коринфянам 11.2 «Чтобы не соблазнил и вас змей, как соблазнил Еву, жену Адама, на грехопадение». А в другом месте тот же апостол говорит, «Не Адам прелестился, но жена его Ева, прелестившись, спала в преступление, впрочем, спасется через щедородие, если пребудет в вере, в любви, святость, целомудрием, а не с невоздержанием. Спасется щедородие ради, говорит, конечно, если рождает не так, как Ева родила Каина, но как Дева родила Христа, которому слава и держава, со Отцом и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова